ГУ Парулинская средняя школа, отдел образования Кемата Карабулского района, физическая культура, 4 класс, урок номер 47. Тема урока – казахские национальные подвижные игры. Цель обучения – изучить и сравнить разные возможности участия в физической деятельности и пути получения возможности участвовать в них. Комплекс УРУ на месте со скакалкой. Так, ребята, предлагаю ваше внимание общередневающее упражнение на скакалку. Давайте дружно сделаем упражнение. Исходное положение – это держать руки внизу. На раз, все интересно, руки вверх, два исходное положение, три, три, тоже вставы. Исходное положение – это менять. Упражнение начать на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, стой воник. Следующее упражнение – стойте ноги в рот, руки внизу. На раз, тянемся вверх, два, скакалка сзади, поворот в право, три, тянемся вверх, четыре, скакалка сзади, поворот влево. Исходное положение – это менять. Упражнение начать на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, стой воник. Исходное положение – стойте ноги в рот, стойте внизу. На раз, тянемся вверх, вводим правую ногу назад, два исходное положение, три, четыре, тоже воник. Исходное положение принять. Упражнение с правой ноги начинать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, и раз, два, три, стой воник. Следующее упражнение. Широкая стойка ноги в рот, скакалка за голову. На раз наклон права, два наклон, третий наклон слева, четыре исходных положения. Исходное положение снять упражнение в правой ноге начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стоевольно. Следующее упражнение. Широкая стойка ноги в рот, скакалка за голову. На раз, два, три, четыре. Круговые вращения вправо. Пять, шесть, семь, восемь. Исходное положение принять. Упражнение в правую сторону начинай. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Следующий упражнение. Широкая стойка ноги в рот, скакалку за голову. На раз, на раз, вперед, два, склонное положение, три, четыре, то же самое. И сложно положение снять. Попробуем вперед начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Пять, шесть, семь, восемь. Упражнение выпады. На раз, два, выпад справа, три, четыре, влево. Скакалка вперед, ноги и руки. Упражнение в правую сторону начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой, вольф. Упражнение стойка ноги в рот, скакалку вперед. На раз, наклон, два, сели, три, наклон, четыре. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой, вольф. Упражнение в рот, скакалку вперед. Ребята, давайте вспомним технику безопасности. Учащийся должен переодеться в раздевалки, надеть на себя спортивную форму и обувь. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся. Убрать из кармана спортивные формы, колющиеся и другие посторонние предметы. Под руководством учителя приготовить инвентарь и оборудование, необходимое для проведения занятий. С разрешения учителя выходить на место проведения занятия. По команде учителя встать в строй для общего построения. История казахской национальной игры «Токскумалак». «Токскумалак» – это настольная игра на доске, на логику и смекалку, признанная развивать логическое и математическое мышление и выдержку. Игра принадлежит к семейству Манкала, включающему такие игры, как Варий или Калах. В основе игры положено число 9, считавшееся у древних монголов и тюрков священным. В ученом мире ее называли алгеброй Чабанов, так как в ходе игры соперникам приходилось использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости почетов, но и на тактике. Согласно правилам казахской игры «Токскумалак» в ней участвуют два игрока, у каждого из которых на носке есть по 9 лунок, то есть всего 18 лунок, называемых «Атау», расположенных друг напротив друга. Каждая лунка имеет свое название. Первая лунка – Арт, вторая – Тектурмас, третья – Ататпес, четвертая – Ацератар, пятая – Бель, шестая – Бельбасар, седьмая – Кандыкапан, восьмая – Кокмуин, девятая – Мандай. Помимо этого на носке есть еще две накопительные лунки, называемые «Казан». У каждого из игроков в начале игры имеется по 81 шарику своего цвета, то есть по 9 шариков для девяти лунок. Главная задача игры – перекладывая камушки в игровых лунках, собрать их как можно больше в свой «Казан». Собранные камешки складываются в накопительную лунку. Игроки делают ходы поочередно. Игрок, которому выпало по жребию право первого хода, вынимает из любой лунки своего ряда все шарики, кроме одного, и переносит их слева направо, отпуская по одному в каждую последующую лунку, с таким расчетом, что последний шарик попал в лунку противника. Если число шариков в этой лунке после окончания хода оказывается четным, то все они являются добычей играющего и переносится в его «Казан». Право следующего хода переходит к сопернику. Если в лунке одного из игроков не остается ни одного шарика, то его соперник все шарики своего ряда переносит в свой «Казан». Игра ведется до тех пор, пока один из двух игроков не наберет в свой «Казан» больше 81 камешка. Этот игрок побеждает, либо они оба набирают по 81 камешек. Ничья. В игре «Толскому лак» возможно возникновение некоторых игровых ситуаций, которые стоит описать. Если после хода в какой-то лунке оказывается три камешка, то эта лунка объявляется туздыком. В последующем каждый камешек, попавший в туздык, переходит в «Казан» игрока, на чьей стороне расположен этот туздык. Но игрок не может завести себе туздык на девятый, а также на лунке под той цифрой, которую взял первый туздык соперник. У каждого игрока может быть не больше одного туздыка одновременно. Если после хода у одного из игроков все лунки оказываются пустыми, то он попадает в ситуацию «От со скалу» – остаться без коня. В этом случае он не может ходить, пока будет оставаться пешим. В этой ситуации игра заканчивается, камешки противника переходят в «Казан» противника и проводится подсчет камешков в «Казанах». Игра «Тухус Кумалак» могла продолжаться по 4-5 часов, но эта игра была популярна, как в «Дренсе», когда игроки, даже не имея игровой доски, могли просто вырыть лунки для игры в земле. Популярна «Тухус Кумалак» и в наше время, и постепенно количество ее почитателей растет с каждым годом. Ребята, сегодня мы с вами изучили национальную игру «Тухус Кумалак». «Тухус Кумалак» в наше время считается одной из главных игр, в которой играют дети не только в школах, не только на улицах, но также на районах, областных, республиканских и мировых аренах. Итак, наш Казахстан является одним из лидеров, который играет в эту игру. Наши спортсмены представляют нашу страну на мировых аренах и занимают призовые места. Теперь я вас попрошу ответить на вопрос, какое число положено в основу игры? Как называется пятая лунка? Как называется лунка, где оказывается три камешка? Правильно, число в основу игры положено число 9. Пятая лунка называется бель, и в лунка, где оказывается три камешка, называется туздык. На матче задание изучить все аспекты игры «Тухус Кумалак». Ребята, сегодня мы познакомимся с вами с новой игрой – казахской национальной «Тухус Кумалак». Изучили ее правила и особенности. По данным ссылкам мы приготовили для вас дополнительную информацию по «Тухус Кумалаку». Особенности – игру. Если вам нужна будет какая-либо дополнительная информация, можете обращаться к нам. До свидания. До скорых встреч.